Здравствуйте! Вы смотрите программу Дума о главном. С вами Екатерина Караваева. В городской думе состоялось заседание депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам. В повестке дня было 10 вопросов, в числе которых исполнение бюджета за первый квартал текущего года. Нужно отметить, что администрация представила на рассмотрении депутатов два отчета по исполнению бюджета. Итоговый за 2010 год и предварительный за первый квартал текущего года. Согласно существующего регламента, первый документ был направлен во все профильные комиссии, для того, чтобы народные избранники смогли проанализировать представленные цифры в своих разделах. А вот результаты начала нынешнего года депутата заслушали уже на бюджетной комиссии. По отчету администрации, значит, финансирование общее составило 1,2 млрд из них, что больше по поступлению в доходную часть на 500 млн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бюджет по-прежнему дефицитный, то есть расходы превышают доходную часть. Однако финансирование социально значимых статей будет сохранено. На этом настаивают члены Думской комиссии по бюджету. Моя оценка положительная, потому что первый квартал все равно увеличение доходной части бюджета позволит нам встретить второй квартал с оптимистическими показателями и также нарастить расходную часть в соответствии с планом. Кроме того, на заседании комиссии были рассмотрены и другие вопросы, которые затрагивают многих горожан. Так, потребительское общество «Заря», в котором расположены овощехранилища «Волжан», сегодня оказалось в тяжелом финансовом положении. Дело в том, что соответствующим федеральным законам на 20% увеличены страховые отчисления от Фонда оплаты труда. Многие организации попали в числе льготников, осуществляющих страховые вылаты в прежнем объеме, однако некоммерческие предприятия в этот список почему-то не вошли. Мы, в свою очередь, подготовили обращение на имя председателя Волгоградской областной думы по подготовке инициативы внесения изменений и включить некоммерческие организации в перечень льготников по уплате страховых взносов. В областную думу волжские народные избранники намерены обратиться еще по одному вопросу, озвученному на заседании комиссии по бюджету. Речь идет о том, что инвалиды Афганистана сегодня лишены возможности ездить на общественном транспорте бесплатно. Устранить эту несправедливость депутаты городской думы самостоятельно не в силах. Для начала организации инвалидов Афганистана необходимо подготовить запрос и предложение в представительный орган власти Волжского. Мы здесь в комиссии направили обращение в общественную организацию инвалидов Афганистана, чтобы они параллельно подготовили еще предложение по внесению изменений в законодательство. При получении данных предложений мы также подготовим обращение в Волгоградскую областную думу о том, чтобы была инициатива по внесению изменений в федеральное законодательство. Председатель Волжской городской думы Евгений Пыльнев провел очередной прием по личным вопросам. С какими проблемами приходили к нему жители города? Об этом в нашем следующем материале. Рассказать о своих трудностях, получить консультацию различных специалистов и попытаться решить, казалось бы, неразрешимые вопросы. Именно с этим и приходят на приемы по личным вопросам представительного власти жителей Волжского. Так и в этот раз. И вновь одной из самых острых оказалась проблема нехватки мест в детских садах. Большинство семей, где малыши ждут своей очереди, специалисты знают поименно. И помочь рады были бы всем. Но, к сожалению, не могут. У нас очередность большая на получение мест в садике. Это примерно где-то от 5 до 5,5 тысяч детишек. Но я думаю, положение это по чуть-чуть будет выравниваться. У нас в конце года садик издается, один садик отремонтируется. Но с мертвой точки столкнулся. Я думаю, премьер-министр Владимир Владимирович Путин сказал, что будут выделяться денежки для строительства новых садиков. Мы на это, конечно, надеемся. И будем положение в городе свое выравнивать. Что своим способом, что с федерацией, что с областного бюджета. Но если мы будем сидеть сложа руки, то, конечно, ничего не будет. Пусть и не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, но все же очередь из 5 тысяч малышей, не устроенных в детские сады, понемногу сокращается. Так, по информации Управления образования, сегодня активно подчищают списки детей 2008 года рождения. До конца года число ожидающих еще сократится. В стадии ремонта находится один из садов в старой части города. Кроме того, в ряде дошкольных учреждений открыты группы кратковременного пребывания малышей. Также осенью должен заработать и детский сад в 14 микрорайоне. Сейчас там продолжаются строительные работы. Не останавливается и возведение домов для переселенцев с острова Зеленый. Как известно, в Волжске достаточно активно участвуют в реализации федеральной программы по переселению из аварийного жилья, а таковым признаны двухэтажки Зеленого. Будущие новоселы с трепетом ждут переезда и регулярно наведываются на строительные площадки. Дома назвали, квартиры назвали, адреса назвали. Третий квартал, ну и что? Вы обещаете нам в третьем квартале переселение? Мы же ведь что-то клянчаем. Я была, например, на той неделе на Мира 145. Там стоят эти вот балки и все. Стройка продолжается, успокоил посетительницу Евгений Пыльнев. И даже если не в третьем квартале, то в этом году точно зеленовцы станут новоселами. В этом году 59 домов, а сейчас еще 4 дома прибавили. Уже 63 дома будут переселяться в этом году. И остальная часть в 2013 году. Денечки для этого с федерацией все у нас есть. И строительство сейчас идет? И строительство, да, сейчас идет. Все условия для строительства. Напомним, что все народные избранники ведут приемы по личным вопросам. Приемы проходят как на избирательных округах, так и в общественной приемной городской думы. С графиком можно ознакомиться на интернет-сайте Воложской городской думы по адресу www.dumavlz.ru в разделе «Работа с избирателями». На прошедшей в начале мая межрегиональной конференции «Единой России» в качестве инвестиционного проекта от Волгоградской области был представлен завод по производству автобусов «Волжанин». Руководитель предприятия Алексей Бакулин рассказал журналистам о том, какие возможности есть у местных автопроизводителей, а также о планах на Сочинскую Олимпиаду. Современный российский автобус – комфорт, удобство и безопасность. С таким девизом выступили волжские автопроизводители на межрегиональной конференции «Единой России». Проект завода «Волжанин» представлял Волгоградскую область – один из шести регионов страны, участвовавших в форуме. Заявление сделали громкое – мы готовы обеспечивать автобусами любой город России. Привлекать инвестиции есть чем. На сегодняшний день на предприятии разработана инновационная модульная конструкция кузова, которая позволяет в кратчайшие сроки развернуть производство. Об этом рассказал на пресс-конференции депутат фракции «Единая Россия» генеральный директор группы компании «Волжанин» Алексей Бакулин. Почему, видимо, получил поддержку? Так как он уже находится на существенной стадии реализации. Этот проект уже нашел поддержку в финансовых институтах, таких как Сбербанк и Петрокоммерц. Он уже начал финансироваться. Уже разработана модель автобуса, которая будет производиться по этому проекту. И начали реализовывать инвестиционную фазу. То есть сейчас заказан проект нового здания, заказано новое современнейшее оборудование. И первый этап уже начнется с сентября месяца. То есть фактически проект находится в состоянии реализации. Разработанная модульная система менее трудоемкая в производстве. От этого напрямую зависит стоимость конечного продукта автобуса. Кроме того, удешевить его можно и за счет комплектующих, если не закупать их за рубежом. Мы должны устанавливать сидения, мы должны стать интерьеры салона, мы должны стать кондиционеры. И все это, к сожалению, пока приобретается за рубежом. Либо это Турция, либо это Китай, либо это Польша. Мы не возражаем, но это увеличивает стоимость, и деньги мы опять отправляем за рубеж. В принципе, сегодня это можно производить у нас в стране. Есть такая возможность, но не хватает объема. И мы сегодня планируем рядом с заводом построить небольшой технопарк. Построить именно площади, где небольшие предприятия, внедренческие предприятия, инновационные предприятия, как раз будут производить эти небольшие комплектующие, которые нам понадобятся на автобус. Таким образом, на будущем производстве непосредственно автобусов и комплектующих к ним могут быть задействованы порядка полутора тысяч человек. Значительно поднять можно и количество выпускаемых машин с нынешних 500 до 3000 в год. Наш проект, если к нему еще раз возвращаться, он в принципе должен дать ту надежную технику по доступной цене, чтобы люди сегодня, покупая этот транспорт, были конкурентны на маршрутах. Чтобы, опять же, посмотреть сегодня на наш город, на Волгоградскую область, вы видите, что именно в сфере малых автобусов мы не так сильно представлены. Но теперь ситуация изменится, изменится коренным образом. И волжане будут не только видеть и гордиться свои автобусы в Москве, в Санкт-Петербурге, в других больших городах России, но и видеть действительно в разных уголках, в небольших городах, в сельской местности будут эти машины работать. Кстати, вполне вероятно, что автобусы волжского происхождения будут работать и на Сочинской Олимпиаде 2014 года. Мы вместе с компанией Scania создали уникальную 15-метровую машину в свое время, которую мы продолжаем выпускать. И сегодня продолжаем это сотрудничество. Этому сотрудничеству уже будет 10 лет в этом году. Сейчас мы вместе с компанией Scania являемся очень серьезными партнерами по Олимпийским играм, так как сегодня компания Volkswagen является генеральным спонсором, а компания Scania является одним из брендов, из партнеров компании Volkswagen. Соответственно, мы сегодня боремся за право, чтобы наш автобус стал официальным Олимпийским автобусом. Я считаю, что это достаточно важное и серьезное событие. В данном случае речь идет о туристическом лайнере «Дельфин». Увидеть машины, которые, возможно, будут работать и в Сочи, а также новинку от Волжанина – 9-метровый автобус с 30 посадочными местами – скоро смогут все жители города. После двухлетнего перерыва автопредприятие решило реанимировать традицию общегородского праздника с выставкой своей продукции. Она будет приурочена ко дню машиностроителя, который отмечается в сентябре. Поощрять студентов, которые занимаются научными разработками. Такую добрую традицию в Волжской городской думе вели представители партии «Либерал-демократов». В этом году церемония состоялась уже в пятый раз. Это не просто талантливые студенты, это состоявшиеся молодые ученые. Открывая церемонии награждения, отметил заместитель председателя Волжской городской думы Дмитрий Литвинцев. Уже пятый раз в Волжской городской думе от имени депутатов фракции ЛДПР проходит церемония награждения самых достойных. Студенты Волжского политеха и филиала Московского энергетического института получают дипломы и денежные премии, хотя материальное поощрение, как признались и вручающие, и награжденные, далеко не самое главное. Мы каждый год приглашаем сюда ребят, тех, которые не просто хорошо учатся, но занимаются еще и наукой в институте. И, конечно, те гранты, которые мы даем, это не повод для того, чтобы материально каким-то образом поощрить студентов. Прежде всего, это как раз объясняется тем, что город должен видеть тех ребят, которые сегодня являются и научным потенциалом нашего города. Свои проекты будущие специалисты готовы предложить местным предприятиям. Так, например, студент Политехнического института Сергей Паршев разработал программу автоматической очистки системы охлаждения гидроагрегатов на ГЭС. Подобность существовала на Саяно-Шушинской станции. На Воложской ГЭС сегодня этот процесс осуществляют вручную. Останавливают систему и очищают от попавшего туда мусора. Система охлаждения. Вместе с водой попадают различные водоросли, ракушки, рыбы и забивают всю эту систему. Вот как раз-таки основная моя задача – это разработать адаптивную систему, которая сможет автоматически очищать всю эту систему охлаждения. И, условно говоря, все это будет эксплуатироваться без участия человека. Представительница второго вуза, чьи студенты ежегодно получают премии от фракции либерал-демократов, тоже технический – волжский филиал Московского энергетического института. Второй год на базе вуза работает Клуб технического творчества – средоточение научной мысли института. И второй год в работе клуба участвует и Светлана Осипова. В этом году она вместе с единомышленниками занималась исследованием уровня грунтовых вод под скульптурой Родины Матери. Там есть много скважин, и мы брали хлопушку и замеряли этот уровень грунтовых вод. Потому что все мы знаем, что под Родину Матерью проходят именно грунтовые воды. Они ее как бы подмывают, и чтобы определить наиболее опасные участки размыва. Послужной список, состоящий из научных разработок и публикаций студентов, у каждого внушителен. Это не может не радовать, отметили активисты местного отделения ЛДПР. Кстати, помимо этого, практически все ребята занимаются общественной работой. Так студенты МИИ организовали на базе вуза бесплатные занятия для школьников по физике, химии и математике. Они, можно сказать, уже получили признание. И мы хотим, чтобы это признание не получили в нашем родном городе. Вот это очень здорово, потому что о них должны узнать промышленные предприятия, фирмы крупные, которые занимаются производством. И это все на сегодня. С вами была Екатерина Караваева. Электронную версию программы смотрите в интернете на сайте www.achtubutv.ru Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok